Микс Ньюс Каждую среду в полдень на Радио Балком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это за кулис, то, что там происходит Боже мой Все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой На Радио Балком Ходите на концерты классической музыки? Добрый день, дорогие друзья В студии я, Елена Привалова У нас культурная среда И в гостях главная органистка Собор непорочного зачатия Пресвятой Деевой Марии В Москве Марина Амельченко Здравствуйте, Марина Здравствуйте У нас уже была где-то месяц или полтора встречи К сожалению, технические неполадки Не позволили довести передачу до конца Мы уже узнали о том, что Марина приехала из Владивостока Правильно, Марина? Да Из Владивостока, да, начинала свою творческую карьеру Именно там, обучение, а затем переехала уже в Москву Где обучалась также у одного из лучших органных преподавателей Органистов Алексея Александровича Паршина В Московской консерватории И уже в течение большого времени Является главной органисткой Наверное, все-таки главного собора В Москве, где установлен большой инструмент И также является художественным руководителем Всех концертных программ, проводящимся в соборе Марина, как у вас сейчас обстановка? Не закрываются ли концерты? Есть ли возможность продолжать играть? Ну, сказать одной фразой Мы пока держимся Как долго продлится эта ситуация Мы пока не знаем Потому как Ну, я, наверное, ничего нового не скажу В новостях все об этом говорят Идут опять ограничения Москонцерт отменил все концерты Запрещена продажа билетов на концерты Это теперь все в онлайн-формате Но так как все-таки мы не являемся Государственной организацией Мы пока работаем И очень хочется верить Что эту вторую волну мы преодолеем Не с такими потерями Как, конечно, это было по весне Да, хочется работать Хочется играть Потому что музыканты Безусловно Это мы не можем жить без музыки Не можем жить без того, чтобы играть Потому что, конечно, как говорят Композитор пишет в стол Так и у нас, у исполнителей Проблема Мы не можем играть для себя Нам надо играть для кого-то обязательно Абсолютно верно Марина, как вы пережили первый кризис? Чем занимались? Много ли удалось выучить? Или, как всегда бывает Что когда много свободного времени То оно сразу становится несвободным И находится много дел? Вы знаете Вот как ни парадоксально бы это звучало Но вся вот эта ситуация Которая случилась с нами со всеми весной С одной стороны Она была очень трагичной Потому как Мы на полном ходу остановились Просто чтобы имели представление Что в соборе Концерты проводятся Два-три раза в неделю В течение 18 лет Без перерыва Да И вот чтобы представить себе Как вот эту машину Какой баховик Остановить просто на полном ходу Конечно, это была катастрофа Для нас с одной стороны Но с другой стороны Она открыла какие-то новые перспективы Эта ситуация Она заставила посмотреть Вообще на нашу профессию На то, что мы делаем С какой-то другой стороны И, наверное, впервые За вот этот весь период Мы обратились к такому формату Как онлайн-концерты Конечно, это ни в коем случае Не может заменить живого Общение с публикой Живого концерта Никогда это не заменит Но вот в эти Такие месяцы изоляции А в Москве она была Наиболее сложной И наиболее тяжелой Вот этот формат Общения с публикой Он был Нашим спасением Можно сказать И какой-то отдушиной Несмотря на то, что мы не ходили На работу Потому как храм тоже был закрыт И для богослужений Мы работали онлайн Из дома Мы готовили какие-то новые форматы Мы нашли новые пути Общения с публикой Мы не потеряли публику Я считаю, что вот это вот Самое важное Что мы вынесли Наверное, из всей этой ситуации Что Какая бы ситуация Не сложилась вокруг Если люди увлечены Если люди любят свое дело То, чем они занимаются А музыканты Это именно такие люди И мы найдем Наверное, выходы Из любых сложных ситуаций Ну это действительно Будем надеяться Что концертную деятельность Ни в Москве Ни у нас в Риге Все-таки не запретят Ну а, кстати Давайте я расскажу вам О том, что будет в Риге На этой неделе 8 октября Будет выступать Наши гости Предыдущего эфира Юлия Васильева Прекрасная сопрано Солистка Латвийского оперного театра Вместе с маэстро Концертмейстером Пианистом Марисом Скуя Они исполнят Очень интересную программу Память о солнце Цикл стих Романсов На стихи Анны Ахматовой Сергея Сергеевича Прокофьева А во втором отделении Будут шедевры эпохи романтизма Это и Верди И Пучини Рассини И очень много Самой разнообразной Оперной музыки В которой, конечно Является коньком Для нашей Юлии Васильевой Это завтра 8 октября В Малой Гильдии Не пропустите Замечательный камерный вечер 9 октября Открывается Фестиваль Латвийская осень Это будет звучать Только латвийская музыка Открывает органистка Лариса Царькова Вместе с ней выступает Илза Гравелес Карайне Сопрано Байба Тихона Саксофон И у них в программе Язап Виттлс Рената Стирвина Рихард Дубра Андрей Светсумникс Лео Лобрев Альфред Калниндж Этот фестиваль продлится Весь октябрь Будет проводиться Два-три раза в неделю И на этот концерт На открытие фестиваля Мы разыграем билеты Первый позвонивший В нашу студию 672-12-939 Получит два пригласительных билета На открытие фестиваля Латвийской музыки Латвийская осень 9 октября В этот же день В 19.00 Наверное, самая популярная опера Вольфганга Амадея Моцарта «Свадьба Фигара» В нашем латвийском оперном театре В Большой гильдии В 19.00 Очень интересный концерт Симфонета Рига И дирижер Ерк Видманис Который будет не только дирижировать Но еще также и играть на кларнете Он исполнит сольный концерт Для Карла Мария фон Вебера Первый концерт Для кларнета И оркестра У нас есть звонок Алло, здравствуйте Добрый день Да Хотите пойти в Домский собор? Да, хочу Прекрасно Пожалуйста, позвоните мне После программы По моему телефону Есть возможность записать? Да, пишу 220-929-00 Да, спасибо Дорогие друзья Мы еще разыграем Два билета В Домский собор Немного позже Не отключайтесь Наша радиостанция Марина Вот смотрите Такой интересный фестиваль У нас в гостях Сегодня главная органистка Мне кажется Все-таки главного собора В Москве Где установлен Один из самых больших органов Мы его в праздновиде Называем собор На Малой Грузинской Так всегда легче И именно на Малой Грузинской Находилось общежитие Московской консерватории Я помню Когда приходила в гости К подруге Она жила на пятом этаже И у нее окна Как раз выходили На собор Это вот была всегда мечта Начать играть Там Это конечно Так же как Рижский домский собор Является Главным местом в Риге И вообще во всей Латвии И в принципе во всей Европе Где Стремятся играть Концерты Так и собор На Малой Грузинской В Москве Это одно из важнейших мест Где стремятся выступить Все органисты Российские Марина Смотрите Вот такой фестиваль Латвийская осень И в принципе В Латвии Очень часто Исполняют Современную Латвийскую музыку Удавалось ли вам Устраивать Подобные фестивали Ко художественному Руководителю В вашем соборе Русской музыки Современной русской музыки Вы знаете Несколько лет Подряд У нас проводился Такой Фестиваль Конкурс Который назывался Соли Део Глория Единому Богу Слава Что переводится И этот Фестиваль Был Посвящен В том числе Музыке Русской Современной Потому как Это был не только Фестиваль Конкурс органистов А также Это был фестиваль Конкурс Композиторов Молодых Современных Композиторов Помимо этого Мы также Давали Возможность На этом фестивале Не столько Поучаствовать А сколько Поучиться Молодым Органистам Приоткрыть Для себя Наверное Какую-то Новую Для них Нишу Нишу Церковной Музыки Которая В общем-то Не столь Популярно Не столь Известно Массовому Слушателю Вот такой Фестиваль У нас проводился Несколько лет Подряд Но к сожалению Вот в связи С экономическими Проблемами Наверное Последние Года-два Мы не смогли Повести Но я думаю Что все впереди И я хочу верить Что все это Пройдет И мы Сможем Вновь реализовать Все наши Задумки Все наши Идеи Было бы Прекрасно В Латвии Установлено Около Трехсот Органов Маленькая Маленькая Сторона В России К сожалению Гораздо Меньше Ну Во-первых Другая Духовная Традиция С этим Многое Связано И К сожалению Даже В сравнении С Латвией Композиторы Очень мало Внимания Уделяли Созданию Произведений Был Такой Французский Издатель Жубер Который Пытался Инициировать Многих Композиторов Создать Хотя бы По одному Сочинению Так вот Ему по одному И написали Липунов Лядов Чтобы вот Просто Да И вот Конечно Вот такие Конкурсы Которые устраиваются В Москве И Союз Композиторов И вот Присоборина Малогрузинская Соли Део Глори Они конечно Способствуют Созданию Органной Музыки Марина Часто ли К вам Обращаются Современные Композиторы С просьбой Показать Орган Чтобы понять Его устройство Чтобы Вот Был Интерес И была Возможность Написать Ведь в принципе Просто так Сесть и написать Для органа Не так просто Не зная Там Для какого инструмента Сколько будет Мануалов Ну Это даже Не так важно А все равно То что мы играем И ногами И вот это вот Богатство Красок Тембров Как часто Обращаются Композиторы Или все так же Как и раньше Обходят стороной Этот инструмент Ну Вы знаете Я не могу сказать Что они обходят Сторону Этот инструмент Они пишут Для этого инструмента Но действительно Вот людей Таких Скажем Вот так Глубинно Заинтересованных Действительно Выправлено Очень мало И на моей памяти Наверное Это Ну может быть Один-два Я так вот Вспоминаю Два композитора Молодых Начинающих Которые Действительно Пришли И спросили Какие-то нюансы Показать им Какие-то моменты Вот Что помогло бы им В дальнейшем Для написания Этого сочинения Но я хочу сказать Что В принципе Молодые композиторы Во всяком случае Москвичи Выпускники Московской консерватории Они знакомы С этим инструментом Потому как Вы знаете Что Органный факультатив Есть и у студентов Композиторов Поэтому Так или иначе Они все равно Имеют Возможность Прикоснуться С этим инструментом Вот Поэтому сказать Что уж они Совсем ничего Не знают Я не могу Но иногда Конечно бывает Когда смотришь Вот протитуру Молодого композитора И даже Не только молодого А вообще Композитора Для органа То Уже даже Не играя Можно увидеть Некоторые Такие моменты Которые Где ты понимаешь Что Человек Не знаком Близко С этим инструментом Да Дорогие друзья Что у нас Еще на неделе 10 октября Можно Выбрать На любой вкус Концерт Или мероприятие Концерт Пикколо В 12.00 Выступает Прекрасная Органистка Кристина Адамайте В программе Эган Себастьян Бах Алабреве Ре-мажор Хоральная прелюдия И произведение Анонимного автора 17 века И Шарль-Мария Ведур Таката Номер 5 Из симфонии Номер 5 В этот же день В 12.00 Также в 12.00 Концерт Пикколо В Домском соборе Кстати Для пенсионеров И для детей Билет стоит Всего 5 евро В 12.00 В доме культуры Выступает Всем известной Инна Давыдова И открывает Цикл лекций И в этот раз Лекция Называется Зальцбург Моцарт И все 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 Конечно же Там речь пойдет О Вольганге Амаде Моцарте Наверное О Йозефе Гайдне И Людвиге Иван Бетховене Ну и узнаете О ком еще Эта лекция Предназначена Для всей семьи Называется Цикл лекций Новая филармония Раньше проводился В библиотеке А сейчас Внимание Проводится В доме культуры ВЭФ После концерта Можно будет Пообщаться С музыкантами Сфотографироваться Ну и также Посмотреть инструменты На которых Будут играть музыканты В этот же день Состоится мой концерт В 16.30 В соборе Святого Иакова Это Якобо Катедрале Улица Якобо И там Я исполню Все органные Сонаты Не сонаты Все органные Такаты Иоганна Себастьяна Баха Он написал Пять органных Сонат И Среди них Конечно Самая известная Таката Ифуга Ре минор И Очень интересно Там получается Две такаты В ре миноре Правда Одна из них Называется Дорийская Вторая Самая популярная Органная таката Таката Ми мажор Таката Фа мажор Таката До мажор И Это вот Все будет звучать В соборе Иакова 10 октября В 16.30 В этот же день Балет Юрис Карлсон И его балет Антония Силмачи Такая вот интересная программа Можно днем сходить на лекцию А вечером еще сходить на концерт Иоганн Себастьяна Баха Или сходить на балет Марина Вы как художественный руководитель Вынуждены все-таки и привлекать публику Не только строить сложные программы Интересные Которые Наверное Как органисту И серьезному академическому исполнителю Все-таки хочется Чтобы они преобладали Хочется, чтобы И звучал, конечно, Иоганн Себастьян Бах И Ройбке И многие именно органные композиторы Но часто все-таки наша публика И также московская, рижская Ей хочется и узнавать что-то новое И чтобы программы были Не всегда самые сложные И я видела в афише Часто у вас и орган, и дудук И, конечно, орган, и скрипка И приходится как бы Многие говорят Как будто заигрывать с публикой Но в то же время Ведь в этих программах Также есть и большое серьезное начало Расскажите Как вы формируете ваш репертуар Три концерта в неделю Это очень серьезно Ну, вы здесь, Лена Абсолютно правы сейчас Говоря о том, что Публика, которая приходит к нам на концерты Которая приходит в собор В данном случае я говорю О московской публике Именно московской, да Потому как преимущественно Это люди Очень много приезжих Очень много туристов Для которых вообще прийти в собор Для них это уже событие Некоторые впервые попадают В храм Вот в такое сакральное пространство И поэтому для них важным критерием Становится послушать Органную музыку И, конечно, когда Человек, который впервые Пришел на такой органный концерт Естественно, в голове у него Есть этот Понимаете, такой штамп Орган-бах И, естественно, да Люди ждут, что это будет Музыка Иоганна Себастьяна Баха И такатый фугар и минус И я считаю, что в этом Это как раз-таки очень хорошо И как для нас, для органистов Прежде всего И как говаривал мой представитель Которого вы уже упоминали В начале программы Александр Паршин Он всегда говорит Бах – это хлеб наш насущный Для органистов Это действительно так Но, тем не менее Для органа написано Очень много музыки И пишут много музыки И вот это органное наследие Оно огромное И, конечно же, нужно познакомить Слушателя Со всем этим многообразием И когда составляются Такие программы Конечно, мы стараемся Чтобы, понимаете Был какой-то баланс Знакомого И обязательно Что-нибудь Вот такое новенькое Возможно То, чего люди Не слышали Вот И вот такие программы Как вы сказали Например, органы Дудук Да, с одной стороны С одной стороны Это действительно В какой-то степени Заигрывание с публикой Потому как Дудук В последнее время Стал очень популярен И популярным инструментом Он стал прежде всего Благодаря голливудскому Кинематографу Давайте будем честны Вот Но Тем не менее Дудук Это древнейший Музыкальный инструмент И, пожалуй, наряду с органом Орган и Дудук Это два инструмента Самых древнейших Которые участвовали В литургии И поэтому поле Вот для Творчества Здесь Оно Обширно Оно огромно И Помимо того Что на концертах Звучит Армянская Духовная Классика Этому инструменту Чему я сама была Немного даже Вот удивлена Как музыкант Этому инструменту Подвластны Какие-то хоральные Прелюди Баха Этому инструменту Подвластны Сочинения Сенсанца Рахманинова Удеятельно Здесь очень большой Такой Как вам сказать Большой выбор Для программы И для творчества Не опускаясь Лишь только Ну, скажем Вот в то привычное Только в армянскую Духовную музыку Которую привыкли Ассоциируется У слушателя Но, тем не менее В конце Каждой программы Вот люди Все равно Они всегда ждут Эту знаменитую Мелодию С гладиатора Ну, ты не поделаешь Но Между прочим Эта мелодия Это не композиторское Творчество Циммера Это древний Древний напев Армянский Который Композитор Просто взял И переработал И сделал саундтреком К своему фильму Вот А мы с Дудукистом Делаем Свою авторскую Аранжировку Вот Для органа И Дудука Поэтому здесь Очень интересное Тоже такое поле Для творчества Ну, вот что касается Со скрипкой Вот у меня тоже Есть очень интересная Программа Которая Помогла Понимаете Увидеть Казалось бы Такой Хорошо знакомый Дуэт Слушателям Да Орган и скрипка С какой-то Может быть Новой стороны Называется Это программа От Баха До Шагала И концерт Сопровождается Полотнами Великих Мастеров Ну, у нас В храме Установлено Три больших Экрана И поэтому Это нам Дает возможность Проектировать Проецировать Картины И звучание Музыки И Как бы Каждое полотно Мы представляем Сочинениями Композиторов Разных эпох Например Звучит Сочинение Или Показывается Картина Леонардо До Винчи К примеру Звучит Композиция Композитора Его эпохи И композитора 21 века И вот Через это Преломление Понимаете Как человек Ассоциирует Вот это Звучание Музыки И видение Этого образа Посредство Музыки Разных Эпох Это очень Интересный Опыт Потому как То же самое Полотно В сопровождении Музыки Разных эпох Разных стилей Оно Приобретает Какие-то Новые краски И Дает возможность Ну, увидеть Может быть То, чего На что Слушатель И зритель Может быть В картинной Галереи Раньше Не обращал Внимания Вот Поэтому Сейчас Делаем Мы такие Многочисленные Опыты Также У нас В соборе Есть такие Инновации Как музыка Для Органа Саксофона Органа Гитары Есть Даже Композиции Которые Так и Называются Вернее Концерты Которые Так называются Рок-баллады Потому Вот Как-то Я к этому Тоже Раньше Относилась Очень скептически Но Когда Я услышала Эти программы Когда В концерте Звучит музыка Рок-групп 60-х годов И оказалось Что это Вообще-то Органная музыка Как ни странно И она Очень органично Звучит На этом инструменте Поэтому Наш инструмент Орган Он не перестает Нас удивлять Несмотря на то Что это Один из Самых Древнейших Инструментов Я считаю Что Орган Это современный Инструмент И он идет В ногу Со временем Да Это действительно Марина Расскажите Какой у вас Орган установлен То мы говорим Самый лучший Один из лучших В Москве Расскажите Орган На Малой Грузинской Орган Изготовлен Швейцарской Фирмой Кун Изготовлен Он был В 1955 Году И до Своего Местонахождения В Московском Соборе Он был Установлен В Лютеранской Церкви В Базеле В 2001 Году Этот инструмент Был подарен Московскому Кафедральному Собору Как такой Благотворительный Дар Евангельской Церкви Орган По своим Звуковым Характеристикам Является Одним из самых И техническим Характеристикам Одним из самых Крупнейших Органов Установленных В действующем Храме Пожалуй По размерам Его превосходит Орган В Калининграде Но там Буквально Несколько Регистров То есть Если Московский Орган Это 74 Регистра То в Калининграде Если мне не Изменяет память Это 81 Или 84 Что-то Вот Вокруг Этого Но Если говорить О действующем Храме То действительно Это один Из самых Грандиозных И лучших Больших Инструментов России Помимо Того Это тот Инструмент Который Как мы Говорим Находится Там Где он Должен Быть А именно В храме Потому как Наверное Все органисты Музыканты Скажут нам Что как не было бы Прекрасно Исполнять В концертном зале Как бы он не был Технически оснащен Это совершенно Две разные Ипостаси Когда ты играешь Когда ты играешь В концертном зале И когда ты играешь В храме Так и есть Да Что еще Четыре мануала Он имеет Пятую клавиатуру Ножную 71 регистр Я уже сказала Также Орган Оснащен Компьютером То есть системой Комбинации На пять тысяч Комбинаций Это прекрасно Ну и тембры Конечно Единственный регистр Который к нам Не дошел Это 64 фута Который нам Не отдали Потому как Это очень Дорогой регистр И церковь Базели Образно говоря Вмонтировала Его в свой новый Вот Поэтому К нам Орган пришел Вот Без 64 футов Но По Своим размерам Он настолько Идеально Вообще Вписался В архитектуру Собора И в пространство Что даже Музыканты Которые приезжали С Швейцарии Которые ранее Играли на нем Когда он еще Был установлен В Базеле Ну это такие как Ну органист Этого собора Похладка Знаменитый Органист Гибаве Который Неоднократно Играл на нем В Швейцарии И все они В один голос Утверждали Что Этот орган Сейчас здесь В московском соборе Звучит даже лучше Чем он звучал В Базеле Удивительно Потому что действительно Считается что орган Должен встраиваться Под конкретную церковь А это как бы Принесенные инструменты Получается что Ну это Да он Буквально Понимаете Даже размеры Совпали Вот там Буквально Сантиметры Какие-то Он был просто Идеально Вот вписан В архитектурное Пространство Хоров В соборе Марина Вы являетесь Также церковной Органисткой Католического Прихода И сейчас И сейчас Очень многие Церкви В России Католические Из-за того Что не могут Позволить себе Настоящий Духовой инструмент Устанавливают Электронные органы Как вы к этому Относитесь Является ли Этот компромисс Правильным Или все-таки Вот надо пытаться Найти Средства Чтобы установить Живой инструмент Настоящий Ну вы знаете Я считаю что Это действительно Компромисс И компромисс Очень верный Потому как Ситуация Экономическая Сейчас у нас В России Не очень хороша Приходы В России Как правило Это маленькие Приходы Где один священник И несколько прихожан И конечно Силами прихода Даже силами Епархии Это бывает Невозможно сделать Чтобы установить Даже Понимаете Поддержанный Подаренный Инструмент Инструмент Может быть Подарен Но Никто не Отменял его Транспортировки Его инсталляции Поэтому Расходы Здесь Грандиозны В этом случае Вот установка Электронных Инструментов Я считаю что Это очень правильный Выход из положения Потому как Это дает Возможность Людям Прикоснуться Во первых К этой традиции Во вторых Самим Церковным Музыкантам Это дает Колоссальную Возможность Развить Свои музыкальные Какие-то навыки Понимаете Освоить Этот инструмент Ну и Что сказать Сейчас Все развивается Настолько быстро И Есть такие Инструменты Электронные Ну Вот Честно вам сказать Вот Слушательское Ухо Находясь В зале Тем более Если инструмент Установлен Где-то на хорах Они Даже иногда Не понимают Слушатели Что это звучит Электроника Или настоящий инструмент Поэтому Я считаю Что за такими инструментами Ну Наверное Будущее Во всяком случае Вот В России В храмах Эта ситуация Будет продолжаться И в принципе Я только Вот Как говорится За Хорошо Дорогие друзья Еще расскажу вам О культурной Нашей среде Напомню Что будет Мой концерт 16 10 октября В 16.30 И вход за пожертвование Иоганн Себастьян Бах Все органные Такаты 11 октября И вот На этот концерт Мы будем Разыгрывать Билеты Древо Древо Жизни Элина Энзелы Это Ударные Инструменты Марта Спарнене Скрипка Айгарт Рейнис Орган И в программе Георг Пелецес Рихард Залюпе Индра Риши Рихард Дубра Это будет Первое исполнение Его сочинения Лигита Снейба И Екоб Сниманис На этот концерт Это второй концерт Фестиваля Латвийская осень Мы В Домском соборе Мы также Разыгрываем билеты 11 октября Первый Позвонивший Получит Два билета В Домский собор 672 12 939 В этот же день 11 октября В оперном театре Исполняет Пиковую даму И Пиковую даму Повторят Также 13 октября 12 октября В Домском соборе Пикало концерт В 12.00 За органом Ая Зиндите В программе Жен Жигу Таката Си Минор Иоганн Себастьян Бах Оральные прелюдия Ференц Лейс Прелюдия фуга На тему БАЦХ У нас есть звонок Алло Здравствуйте Здравствуйте Я тут Самый счастливый Позвонивший Прекрасно Как вас зовут Меня зовут Ирина И я буду Очень рада Еще раз Услышать Орган Прекрасно Да Это самый главный Собор Пожалуйста Позвоните После передачи На мой телефон 220 929 00 Так Сейчас Секундочку Я запишу 220 929 00 Спасибо Пожалуйста Итак Дорогие друзья Мы разыграли Два билета На второй концерт Фестиваля Латвийская осень Древо жизни В программе Произведения Латвийских Композиторов А исполняют Айгорс Рейнис Органист Это главный Органист Домского собора Марта Спарнания Скрипка И Элина Энзела Ударные инструменты 13 октября В оперном театре Опять-таки Пиковая дама 14 октября Концерт Пикколо В Домском соборе В 12.00 За органом Лига Деюс В программе Иоганн Себастьян Бах Фантазия Соль минор Хоральная прелюдия Его же И Шарль Мария Видор Две части Симфонии Номер 5 Также 14 октября В Большой Гильдии Очень интересный концерт Состоится Концерт Посвящен 30-летию Рижского православного Камерного хора Благовест В программе Шедевры Русской духовной музыки Хоровые концерты Выдающихся русских композиторов И православные песни Это 14 октября В Большой Гильдии И в этот же день Любителям балета Рекомендую отправиться В наш Латвийский театр Оперы и балеты Посмотреть балет Пергюнт На музыку Эдварда Григо Вот такая Замечательная Афиша А в гостях У нас Главная Органистка Московского Собора Неборочного зачатия Пресвятой Девы Марии Это Католический Собор Самый главный И в Москве И в России Это Марина Амельченко Мы Говорим И Об органной музыке И о программах Вот Марина Может быть Вы слышали Что у нас Часто бывают Концерты Пикола И Домский Собор Конечно Их делает В первую очередь Для туристов Чтобы Услышали люди Как звучит орган Это такие 20-минутные Программы Летом Каждый день Осенью Где-то 2-3 раза В неделю Не было ли у вас Желание тоже Создать Нечто подобное И может ли это Быть интересно В России Учитывая Количество Туристов Вы знаете Это Да Очень интересный Формат Ну Вот к сожалению Что касаемо Нашего Кафедрального Собора Вот этот Формат Не прижился И по Очень Таким Понимаете Причинам Которые Собственно От нашей Организации От фонда Искусства Добра Который Организует Эти концерты Он не зависит Дело в том Что Собор Кафедральный И Богослужения Проводятся Там в течение Дня Постоянно И Зачастую Очень сложно Бывает Знаете Вот на какой-то Такой день Который Был бы Ну Самый удобный День Конечно Это воскресенье Но Тут нужно Понимать Что В воскресенье Службы Начинаются В 8 утра И заканчиваются В 9 вечера И Зазор между Ними Очень маленький Ну Это наверное Может быть Минут 15 То есть Это там Где Практически Ничего Никто Не успевает Вот И Поэтому Вот Формат Дневных Концертов Вот Как-то У нас Не прижился Потому Как я еще раз Говорю Это Кафедральный Собор Католический Собор Для католиков Всей Москвы И Не только Католиков Потому Как У нас Служат Службы Армянский Приход Также У нас Мессы Проводятся На английском Итальянском Французском И Это Каждый Приход Который Проводит Эти службы У нас В соборе Поэтому Технически Это сделать Очень сложно Но Мы С недавних пор Знаете Освоили Другой Формат Который Мы Условно Так называем Ночь В соборе Конечно Это не ночь Это концерт Который Начинается В 22 2000 Также Для всех Желающих Это более Реально В наших Реалиях Сделать Концерт Который Так красиво Звучит Ночь В соборе И как Люди Ходят На такой Поздний Концерт Конечно Конечно Потому Как Москва Как Любой Другой Мегаполис Мира Никогда Не спит Как раз Люди Отработают Сходят В кафе И потом У нас У нас Есть еще Два Нет Конечно Вы знаете Одному Органисту Это не под силу Потому Как Если Посчитать Все Богослужения Венчание И Крещение И так Далее То Выходит Ну Это Около Сорока Мероприятий В неделю Около Сорока Служб Конечно Это Одному Человеку Это Это Очень Сложно И Сложно Распланировать Свой День Потому Как Самая Первая Служба Начинается В 8 30 Следующая Идет В 10 Потом Идет Огромный Перерыв До 6 Вечера И Еще И в 6 Вечера И в 7 Вечера Две Службы И получается Что День Разорван Конечно Один Человек Не может Это Сделать И Поэтому У нас Есть Такой Четкий График Выхода Органистов Каждый Знает Свою Службу Замечательно Вот Вы Рассказывали О своих Программах И С Дудуком И Со Скрипкой Кто У вас Любимый Композитор Кому Отдаете Предпочтение Именно Органному Композитору Ну Вы Знаете Я здесь Наверное Покажусь Очень банально Если я скажу Что это Йоганн Себастьян Бах Но Это Действительно Так Это Как Говорится Та глыбана Которой Держится Вообще Вся Наша Органная Музыка Как Сказал Паршин Это наш Хлеб Насущный Да Это Наш Хлеб Насущный Вот Но Вы Знаете Я Очень Люблю Романтиков Я Люблю Музыку Турнимира У меня Здесь Я Выделила В какую-то Особую Такую Я Очень Люблю Композиторов Барочников Композиторов До Баховской Эпохи Его Современников И Очень Часто Вот Когда Путешествуешь По Странам Вот С какими-то Концертами Встречаешься С музыкантами И Обязательно Что-нибудь В библиотеке Такое Эдакое Найдешь Вот Из Какой-нибудь Испанской Музыки Или итальянской И Понимаешь Какая музыка А мы ее Не знаем Поэтому Ну Я бы Наверное Не выделяла Вот Я вообще Я люблю Музыку Люблю Многих Композиторов Не могу Сказать Что вот Кто Ну Бах Конечно Да Это Это наше Все Сначала Баха Потом еще Много Много Вы Сейчас Как раз Путешествуете И много Играете В Европе Какой Ваш Любимый Орган То есть Всегда Когда приходишь К новому Инструменту Действительно Такое Знакомство И не всегда Орган Сразу Раскрывается И Вот Есть ли Самый Любимый Инструмент Ну Конечно Кроме Вашего Родного Инструмента На Малой Грузинской В Москве Ну Конечно Мой Самый Любимый Инструмент Это Конечно Мой Родной Инструмент Кун Который Я люблю Который Я знаю От и до И Как бы Знаю Все его Нюансы Понятно Но Когда Ездишь По Разным Органам По Разным Залам Ну Вот Здесь Мне Знаете Тоже Очень Сложно Сказать На самом деле Каждый Орган Это Такая Новая Встреча С Этим Инструментом И Каждый Орган Открывает Тебе Какую-то Новую Грань Что Ли И Как Я бы Здесь Знаете Как Сказала Что Органист В этом Плане Человек Такой Как Это Правильно Выразиться Если Музыкант Инструменталист Ездит На Гастроли У него Своя Скрипка Своя Флейта У него Свой Инструмент То Мы Органисты Мы не Можем Возить Свой Инструмент С собой И мы Играем На Том Инструмент Который Мы Который Мы Видим Который Установлен В этом Зале И Конечно Это все Приходит С опытом Потому Чем Больше Ты Играешь На Разных Инструмент Тем Больше Опыта У тебя Приходит И Когда Ты Садишься За Этот Инструмент Ты Понимаешь Что Может Он Тебе Не Совсем Удобен Может Там Скамейка Высоковата Может Она Клавиатура Тебе Неудобная Но Мы Должны Настолько Быстро Перестроиться И Настолько Быстро Сжиться С этим Инструментом Что Когда Мы Играем На нем Мы Думаем О музыке Я думаю Так А не О том Что Неудобно Тебе Какую-то Ноту В ногах Взять А Вообще Да Об Инструментах Неизгладимое Впечатление На меня Вот Оставил Такой Инструмент Например В монастыре Монсеррат Недалеко От Барселоны Это Органостроительная Фирма Гренцих Это такая Современная Но это Очень достойные Инструменты Конечно же Говорить Если Об органах Парижа Это Вообще Об органах Франции Можно Бесконечно Каждый Из этих Инструментов Уникален Если Мы Говорим О Современных Инструментах То Пожалуй Тут Нужно Говорить Об Инструментах В Америке Потому Как Это Страна Молодая И Если Кстати Говорить Об Удобстве Исполнения То Самые Удобные Инструменты Это В Америке Потому Как У них Они Сконструированы Настолько С таким Максимальным Удобством Для Органиста Что У них Даже Есть Спиночка На Органной Скамейке Да вы что Органист Не устал Поэтому Здесь Можно Говорить И вспоминать Очень Многие Инструменты Ну Вот Наверное Самый Любимый Вот Если Действительно Говорить Что Он Любимый Это Конечно Наш Родной Инструмент Кун Конечно На Малой Грузинской Ну Вот Кстати Когда Вы Слушаете Концерты Своих Коллег Но У них Нет Возможности Столько Репетировать Как У вас Потому Что Вы Главная Органист Вы Играете На Службах И Инструмент Знаете Досконально Каждый Тембр Как Звучит И Лучшее Сочетание Вот Нет Ощущения Когда Вы Слушаете В зале Что А вот Здесь Надо Было Сделать Такое Сочетание Вот Такого Ощущения Или Слушаете Просто Абстрагируетесь И Наслаждаетесь Музыкой Как Играют Коллеги Ну Вы Знаете Здесь Как Каждый Музыкант Он Индивидуальный Каждый Слышит Как То По Своему Поэтому Я Вообще Никогда Никого Не Критикую Я Всегда Стараюсь Находить Действительно Что-то Хорошее И Просто Слушать Своих Коллег Музыкантов И Отмечать Какие-то Очень Удачные Моменты Должна Сказать Что В руках Разных Органистов Орган Звучит По-разному Понимаете Несмотря На то Что Мы Все Имеем Дело С Семидесятью Одним Регистром Но То Как Органист Это Аранжирует Это Понимаете Такое Искусство Которое Присущее Каждому И Поэтому Каждый Раз Орган Раскрывается По-новому Я бы Так Сказала Поэтому Для меня Это Даже Всегда Очень Интересно Послушать Как Сегодня Прозвучит То или иное Сочинение Которое Ты уже И наизусть Знаешь Действительно Просто бывает Такое Что иногда Ты звучишь И у тебя Ты мелодию Даже можешь Дальше пропеть Но ты не можешь Узнать Что это За произведение Потому что Ты привык Его играть Например Только на Тихой Регистровке На флейтах Или только На принципалах А там Другой органист Играет его На органа Плена И ты Сразу Не можешь Узнать Даже Действительно Орган Это Один из Самых Интересных Инструментов Дорогие Друзья У нас У нас Сегодня У нас Была В гостях Главная Органистка Московского Католического Собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии Собор На Малой Грузинской Марина Амельченко Благодарю вас Марина За интересную Беседу До новых встреч До свидания Дорогие друзья До свидания